давайте еще папа папа помните сергей лапин и саженец засел теперь и отчет продолжается за счет зацвел следующий абрикос сиянец цветет первый раз артем помните жаловались кто-то что у него артема не взошли а что я могу сделать почему-то еще зайдут итак у него у лапина посажен косточкой в девятнадцатом году осенью давайте считать 19-20 на четвертый год культурный артем зацвел спасибо огромное железу рука за посадочный материал вам огромное пожалуйста вот видите эта картинка об не прислал это не заслый казачок значит есть канал который ведет от моего имени павел торценко а это оттуда перекопировано я получил готовое а он начитывался там на том канале так женщина может все так сразу это не мой лозунг так называется канал 9 часов назад у меня тоже в этом году ваши абрикосы зацвели чувствуете что начинается сеянцы восемнадцатого года жертвы или это особо на море там были артема тут амор пермский край но это уже ближе к этому хрипту уральскому но это не значит что тут климат лучше вот они зацвели и вот буквально еще так обидно я забыл про этот именно про это письмо сегодня мне звонили с террского края а будут ли вот клянусь богом прямо сегодня позвонили я забыл про это письмо что уже есть положительные примеры но она не первая а когда если вы не посадите на этот самый северный склон если вы не будет эти детей ветра если вы не заглубите карниевый шейку и минут пять целую лекцию читал заворачивайся к уголу а тут ответ вот видите то есть получается 18-19-21 на пятый год причем это не первый случай когда на 5 ну бывало и отчитывались на 4 на 3 ну как повезло я когда нас смотрит мне не смотрит вот эта женщина которая может все вот но если это фото фото еще один раз обращусь к тебе не со злом просто хороший совет никогда не говорите о жерделе с презрением помните жерделе запитая дички а вот я уже заранее говорю у нее никаких да будут жерделе соки компоты варенье это будут всякие джем это будут чертичета повидло это они по крайней мере те которые у меня которые у меня поводоносят они просто вкусные с кислинкой но вкуснее как у меня тогда наглость набрал 13 человек я 13-12 гостей и все говорят ваши жердели вкуснее королевского которыми я угощал пять минут назад а ведь королевский считается максимальный сахар все нет подавайте кислинку и вот называть после этого жердели дичками поэтому еще раз теперь я зерцам а теперь если есть разные об этом все об этом скажу никогда не говорите о жерделе с презрением сейчас это потом я еще привет передам потому что будет положительный пример и отрицательный пример а вот это вот у меня эсэмэски сейчас вот и вот последняя эсэмэска вот она ничего не выдумал ничего смотрите знаете как я пока временно назвал ее я говорю я буду назвать тимирязевка с красным дипломом вот но здесь как телефон просто тебя здравствуйте сегодня поучаствовать в вебинаре не смогу посмотрю записи хорошего где вот человек даже это сам очистился потому что я действительно хотят когда мне всех звонит вот это сейчас вот спросите как его зовут уже не помню один раз забыл туза но сказал тимирязевка или там гусеница тимирязевки с красным диплом я сразу с помощью этого этого она мне звонит говорит константин сейчас с вами представляете и мы все у нас сходятся поняли да никакой этих в этом хорошем смысле вот пожалуйста она потом увидит это в записи вот это вот в общем привет передаю знакомиться будем дальше вот теперь я показываю что вот все таки раз уже зашел разговор о жерделях вот который с таким призывением отзывается я показываю у меня эту фотографию не показывал у меня есть фотографии по роскошности но остальность каждого слова вот она жердель с украины потом ниже мы будем разбираться в каком смысле объясняю значит это запоминайте потому что потом пригодится у меня есть со всего мира китай сахвата лень армянские горы помирские горы франция т т т т это самая польша украина канада и вот с юга украины это жердель она особая если бы мне не пришлось несколько лет подряд у меня болел ребенок вот мне летом отпуск не давали все это на работа была специфическая аварийная и значит приходилось зимой ездить я вместо санатория я ездил с ребенком своим родителям новую каховку хельсунской области вот и там эти жердели везде и всюду причем зимы были такие то что считается невозможно каждая зима была такая выпал снег минус 3 минус 5 снег растаял я рваю январь февраль декабрь январь февраль может быть сейчас климат изменился но я хорошо помню сырость стоит в воздухе прям сырость сырость стоит часами льют такие туманы туманы мокрые знаешь что такое мокрый туман заходишь в него сухой выходишь из него мокрый из тумана бесконечная мелкий дождь идет сутками 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 а рядом это называется микроклимат рядом каховская гэс и каховское водохранилище по тем европейским масштабам огромное оно повлияло на климат сами понимаете так же как енисея вот здесь тоже повлияло на климат и в хорошем смысле и в плохом и там так же их этой жердели хоть бы хны понимаете хоть бы хны как она зимой умудряется не просыпаться и сейчас понять не могу когда большинство зимних дней было присылать температуру вы представляете какую ценность мы имеем вот хорошо вот тем выпускницы темире звуки по присоединились бы хоть бы дадим разговор такой нормальный был бы и все это самое ну отказаться хотя бы ну крайне в случае как-то это ну нельзя так взять и ляпнуть что вот это уже лизовать дички вырастает жердели и через запятую вот и что это ложь и мошенничество вот он ложь и мошенничество два это не этот год а рекордом 23 вида отпорных 1 резко и еще плетели надо проехать